И добра времени суток, мои дорогие подписчики и подписчицы, мы продолжаем просмотр аниме One Piece, у нас по счёту идёт 88 серия. Но прежде чем мы приступим к просмотру, не забывайте, если вы ещё не подписаны, обязательно подписаться на канал, ставить лайки, писать комментарии, а также подписываться на телеграм и на твич, ссылочки которых находятся в описании под роликом. А я же всем желаю приятного просмотра, друзья, и поехали смотреть. Это не тот флаг, который можно сбросить и смеяться над ним. Ну давай, Луфи, покажи всю свою серьёзность. Так вот, что значит пират. Видишь ли? Это символ убеждения и обращающий вызов невозможному. Я, как доктор, спасу эту страну. Подняв этот флаг, я буду бороться как пират. Кто такой пират? Пираты, великие повелители морей. Быть пиратом просто замечательно. А он любил пирата. Десятки тысяч удивительных людей. Чоппер, выйди когда-нибудь в море. Чоппер, тебе же сказали. Выйди в море. Пираты крутые. Эй, олень! Сейчас я буду жестоко избивать этих парней. Что насчёт тебя? Я... Ты угрожаешь мне? Эй, твой... Это так звучит. Эй, олень! Я сейчас буду жестко избивать этих парней. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Это не угроза. Это не угроза. Это конкретно... Это констатация факта. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Угроза это типа, знаешь, типа... Как бы если вы сейчас там где-то что-то мне там... Сделать, скажите, типа, я вам там дам пиздюлей. Или что-нибудь... Ну, что-нибудь вроде этого, да? А он конкретно именно по факту говорит. Прямо, прямо вам лицо. Типа, я сейчас буду избивать этих парней, блин. Всё, это прямо. Это по факту. Констатация. Всё. Если ты настолько хочешь защитить флаг, то стой там. Я думаю, хватит уже. Сломал себе хребет, да? Ну, конечно. Конечно, если посмотреть на то, как он вечно переусердствует. В правило. Что это вы, бегемоты, делаете? Просто стойте там и смотрите, как я сейчас разнесу его в клочья. А у него на это пунктик, да? То есть, как бы он является бегемотом, и при этом всех называть бегемотами. То есть, как бы это, ну... Это какая-то, ну, наверное, травма. Травма, наверное, детская. Все его так называли, бля, и теперь он всех так называет. Ну, знаете, у меня на работе есть один мужик, да? Которого всегда называли хоботом. Ну, всегда. Хобот и хобот. Ну, всё, хоботом называют. И при этом он, когда приходят где-то какие-то новые работники и так далее. То есть, он любого человека, который где-то что-то сделает неугодное ему, он теперь называет хоботом. То есть, это, наверное, такой же самый случай. Теперь умри, Мугивара! Стой! Отлично! Порви его, олень! Вопор сама! Осторожно! Пора бы этому каратышке показать свою храбрость. Не выйдет! Я не позволю тебе даже пальцем дотронуть сюда вопора сама. Скажи, это Луфи. Да, какое же ты всё-таки странное существо. Ты, наверное, тот ужасный снежный человек, который вызвал так много шума около шести лет назад. У тебя, наверное, не было ни одного друга за всю твою жизнь. Ты жалкий монстр! С чего бы это тебе пытаться спасти эту страну? Какова шутка? Закрой рот! Серьёзно? То есть, они называют монстром его? А вы... Ну, ладно, если мы примем к сведению то, что, как бы, да, съел плод, стал чем-то не совсем оленем, не совсем олень, не совсем человек, пусть это монстр. Выебать! Вы только что, нахуй, собрались вдвоём, блядь, как-то, нахуй, перекоебались, хуй пойми как. При этом всё это сделано было во рту вашего короля, который превратился в какую-то ебанину железную с пушками вместо рук, у которого халя раздевается, как ёб вашу мать, который корабли жрёт, блядь. Он жрёт пушки, блядь, корабли, дома, нахуй, всю хуйню просто кидает себе в рот, блядь. Всё жрёт, блядь, да? И он... Это нормальный. Ну, как бы, это в порядке вещей. Ну, человек. Обычный человек. Ну, то есть, ничего ж примечательного нет. Ничего отличающегося от обычного человека абсолютно нет. И то, что он вас сожрал, переебал, переколебал, и вы теперь, короче, стали чем-то одним целым, это тоже нормальный человек. Это, как бы, не монстры и никто. Это, ну... Все ж мы так можем, правильно? Ко мне два человека пойдёт, я их сожру, блядь, из них вот превратится вот такое вот... Пушку сожру, она из руки у меня вылезет. Ну, конечно, потому что я ж человек. Даже если у меня нет накама, я могу драться. До тех пор, пока разбивается флаг доктора, я... У тебя есть накама! Вот накама! Недалёт, Луфи! При прямом попадании это, конечно, было бы пиздец. Их отбросило просто-напросто взрывной волной. Ты в порядке? Главное, чтобы шляпа была в порядке. Я же резиновый. Резиновый? Эй, я лень. Сможешь прибить того парня? Да, с полпинка, без проблем. Ну вот и договорились. Моим противником будет этот большой ротый. Вот ты, поганка, Могевара. Как ты смеешь летать тут вокруг? Я больше сдерживаться не буду. Думаешь, ты сможешь победить меня? А, монстр? Помятая старая ведьма. Лежи смирно и смотри. Если ты будешь ещё двигаться, то больше не сможешь ходить. Помятая старая ведьма. Мой олень прошёл через крутые испытания. Меня зовут Тони Тони Чоппер. Я получил это имя от величайшего доктора в мире. Несмотря на то, что доктор тебя простил, ты всё равно насмехался над его образом жизни. Я никогда тебе этого не прощу. Это я тебя не прощу. Приготовься быть растоптанным. Румблбол. И что это? Дал танцан. И что это? Давайте предположу. Хорошо. Достал какой-то шарик. Шарики обычно, знаете, ну, допустим, от Кандаруто были так пилюли, по которой потом забыли. Как бы, ну да, они придавали, как бы, сил, да? И это что-то наподобие, но просто я именно связываю. Покажет всё, на что способен. Он сказал, что на Изи разберётся, хотя до этого пытался где-то как-то их ударить. И они абсолютно ничего не почувствовали, хотя он именно ударял, да? Вот. И он сказал, что прям 100% с ними на Изи разберётся. Сказал, что им ничего не простит. И при этом достаёт тот шарик. Этот шарик у него один? Или есть ещё где-то какие-то? Ну, просто я предполагаю, что этот шарик даёт ему какие-то способности. Где-то как-то выводит его на какой-то другой уровень в плане силы. Ну же, Далтан Сан, Далтан Сан, Далтан Сан, Далтан Жив. Иши 20! Просто его тело в замёрзшем состоянии. Доверите ли вы его нам? Эй, так здесь есть доктора? Вроде же ни одного не было. Ну, это эти, Иши 20. Личные доктора Вапора. Что значит, они злые? Да, мы не можем им доверить. Они все перешли на сторону Вапора. И теперь они хотят, чтобы мы им доверили Далтана. Что вы собираетесь сделать с Далтаном? Если вы хотите, чтобы он жил, доверьтесь нам. Все мы здесь, доктора. Мы преклонялись перед Вапором только лишь. Потому что на кону продолжение наших медицинских исследований. Но это всегда было ради больных и раненых этой страны. Один доктор Шарлатан научил нас никогда не сдаваться. Мы не намерены больше терять этих... Глупых людей. Эффект трамбол-бола длится 3 минуты. Значит, через 3 минуты ты будешь побеждён. 3 минуты? Или в течение 3 минут. Как ты сможешь победить меня за 3 минуты? 3 минуты? Вау! 3 минуты? Вау! Сейчас начнётся самое интересное. Ну давай. Чёрт побери, пусти и меня драться. Прамбал! Ну и интересное что? Что ты сможешь сделать? Плавящая снег, стрела Марима! Вокпоинт! Вокпоинт! Ха! А я-то думал, что ты сделаешь? Трансформация, да? Значит, ты тоже съел гьявольский фрукт. Фрукт типа Зуана, такой же, как и Далтан. Значит, ты олень-человек, так? Хэви-поинт! Я-человек-олень! Одно и то же. Я знаю всё про тип Зуан и его трёхуровневое превращение. Супер-удивительный Марима! Четыре молота! Мы уже увидели все твои формы. В битве ты полагаешься на силу, как и Далтан. Но ты не сможешь одной лишь силой. Джампинг-поинт! Победите меня! Это уже был четвёртый уровень. Какой мощный! Что? Что это ещё за форма? Разве ты не был в получеловеческой форме, когда был маленьким? Очень умно! Гуард-поинт! И? Не, форм много, это ладно, а дальше что? Не верю своим глазам! Было же прямое попадание! Бесполезно! Превращения у Зуан типа должны быть ограничены тремя! Что же это такое? Рамбл-болл это препарат, который искажает длину волны превращения дьявольского фрукта. В течение пяти лет исследований я обнаружил четыре дополнительных превращения, кроме той трёхуровневой трансформации. Семиуровневая трансформация? Да какая, в принципе, разница, сколько их у тебя там? Семиуровневая трансформация? Круто! Что это с ним? Семиуровневый взошёл все границы возбуждения. Услышав семиуровневая трансформация. Эй, малявка, что насчёт нашей драки? Озвучивание адаптации проекта Анимедиа. Луфи всем восторгается. Всем и всеми. И любыми силами. Озвучил Шачебури. Что ещё за семиуровневая трансформация? Твои штучки со мной не пройдут. Это не шутка! Я пока не вижу никакой проблемы. Типа, ну, 7 уровней, 10, 20, 30. Какая разница, пока он... Ну, покажешь что-то определённое. Рука увеличилась, кажется. Должен тебя предупредить. Мои железные копыта пробивают даже камень. Офигеть! Высокомерный выродок! Отведай этого! Удивительные марима, 4 топора! Режущая снег трава! А не, не похоже на то, что он увернулся. Падающий отовсюду снег! Быстро трансформируется. Но вот только постоянно защищаться, это не вариант. Блин, наверное, не зря он сказал конкретно именно про 3 минуты. Может быть, это не так работает. Может быть, эффект длится 3 минуты, то есть... Но при этом должно быть какое-то время для того, чтобы... Для активации этого эффекта. Ну, просто то, что он превращается в разные формы, это просто сила его фрукта, правильно? И он сказал, что он обнаружил просто-напросто еще несколько вариантов трансформации. За время исследований. То есть, это не факт, что конкретно именно эта пилюля дает возможность трансформироваться в другие уровни. А именно эффект самой пилюли появится спустя какое-то время. А может быть, как раз спустя эти 3 минуты. После того, как он его съел. Ну ладно. Брэйнпоинт! Я не убегаю! Я искал твое слабое место! Что? Все кончено! Скоп! Лазер! Сейчас он стрельнет лазером! Ага, сейчас, идиотина! Помолчи уж! Это просто обязанно быть лазером! Что бы ты ни говорил, это лазер! Лазер, лазер, лазер! Ты-то откуда, блин, знаешь? Это мой шанс! Да-да-да, шанс, надо попробовать. Что с того? Он до старухи пошел? Мелкий, беззащитный, трансформирующийся урод! Это твой конец! Нашел! Его подбородок! Его подбородок! Куда он? Режущие копыта! И в подбородок! Это называется апперкот! Ну хорошо, то есть чоппер не то, чтобы слишком где-то так-то физически силен, да, он сильнее, типа, обычного человека, это само собой, но он не то, чтобы силен, он больше именно расчетлив, больше у него идет акцент конкретно именно на интеллект. То есть он изучает своего противника, да, то, как противник двигается, какие у него есть атаки, и уворачиваясь, он за всем этим следит, наблюдает и ищет какую-то такую вот мертвую зону. То есть именно какое-то место, которое менее всего защищено, или такое место, в которое ударив ты нанесешь максимальный урон, да, и только когда он уже все это поймет, все это разложит для себя по полочкам, он уже непосредственно именно атакует, при этом наносит, нанося всего один удар. Или, допустим, где-то какие-то несколько ударов, если это несколько ударов потребует, да, то есть он именно интеллектуально расчетлив, он видит слабые места своего противника, изучивая его постепенно. Хорошо, это полезный человек в команде, потому что Луфи просто атакует Санджи, тоже просто атакует Зора. Ну, я думаю, Зора тоже разбирается, скорее всего, где-то в каких-то точках, где-то в каких-то местах, да, но чаще всего полагается именно на грубую силу, грубую силу мечей. Вот, свою и мечей, да, да, да и при этом для меча любое место это, можно сказать, слабая точка, если ты порежешь, если ты перерубишь, если ты разрубишь, да, главное, чтобы у тебя хватило силы для того, чтобы разрубить то любое иное место. Вот, то есть очопер это именно интеллект, полезный участник команды. Три минуты. Ура! Олень! Круто ты его, олень! Поразительно! Умолкни! Довольно и ебало! Довольно и ебасосено! Так, Далтона обогрели, хорошо. Я думаю, нам все-таки придется взбираться на гору. Усоп-сан, мистер Бушидо. Мы не можем просто сидеть тут, сложа руки. Меня беспокоит, что могло случиться с Луфи-саном и остальными после этой лавины. У Нами-сан ужасная лихорадка. Может быть, беспокоишься о Нами. Да и к тому же беспокоишься о Далтоне-сане и о Робасте. Виви, успокойся! Ты берешь на себя слишком много ответственности. Нами вместе с Луфи и Санджи. Они справятся. Не надо беспокоиться об этих ребятах. Я в них верю. Понятно. Наверное, все так. Усоп-сан верит в своих накама. И поэтому он может быть таким спокойным. Спасибо, Усоп-сан. Я... Да ты просто сышь забираться на эту гору. Я только что хотел... Я только что хотел это сказать. Я только хотел сказать, типа, что просто ссыт. Или не хочет идти. Так он уже почти что там. В таком состоянии это безрассудство. Если я не буду драться сейчас, то когда? Если я позволю Вапору вернуть свою мощь, то эта сторона будет разрушена навсегда. Но вы просто не сможете драться в таком состоянии. А мы его не сможем победить. Неважно, какого напряжения это потребует. На этот раз я собираюсь с этим покончить. Забирайся. Я довезу тебя до замка. Не время сомневаться. Я не позволю твоей решимости уйти в пустоту. Усоп-сан. Ты просто жди. Я довезу тебя. До замка. Усоп-сан. Я не думаю, что так получится. Разумеется, все получится. Я довезу тебя и не пердано. Ты же борешься за свою страну, не так ли? Ты собираешься все это закончить, так? Как ты не перданешь? Я довезу тебя туда во что бы то ни стало. А для ускорения. Блин, вот идиот. Просто донести его на гору, так? Сузора. Противный, противный, ты противный. Ай. Что ты, блин, творишь? Усоп-удара. Только я собирался раскрыть свою полную силу. Да, 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 да. Я осознал. Полную силу. Да, 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 да. Подождите, пожалуйста. Если вы так хотите туда попасть... Ну? То есть канатная дорога, которая видит прямиком к замку. А раньше сказать об этом нельзя было? Немного канатной дороги к замку были сняты. Одна есть. Кто-то проложил белый канат. От дерева великана около гясты прямо к замку. Гясты! Это та деревня, которую тогда посетила доктор Хуреха. Так, может быть, этот канат проложила она для того, чтобы спускаться и подниматься? Или же... Вапор этот проложил канат для того, чтобы сейчас на данный момент подняться, типа, к своему замку, да? Раньше он постоянно поднимался именно по канату. И как-то еще ему нужно было добираться сейчас? Ну ладно, не суть. То есть, ну, канат. Хорошо, канат. А там есть какая-нибудь хуйня, типа, чтобы по канату пройтись? Или Зора придется именно балансировать и идти по этому канату ногами, при этом нести с собой Далтона? Ну, просто усоп вообще не полезет по этому канату, если просто так надо будет по нему лезть. Вы что, ебанулись? Не захочет. Эй, Луфи! А? Куда он делся? Он? Он пропал! В замок съебался? Я думал, что он до старухи хочет доебаться, а он свалил в замок? А зачем в замок? И только что эти сказали, типа, что я не дам ему... А, он поднимался на волосатом бегемоте, так что спуститься он точно не мог. Когда же он успел? А, он поднимался на бегемоте. Когда ты гласил на эти превращения, конечно же! А вот мерзавец! Вот он у меня попляшет, когда я его найду. Я хотел сказать, извините, что остановил. Хотел сказать, что не зря, наверное, Далтон говорил, типа, что нельзя ему дать войти в замок. Не добраться до замка, а войти в замок. То есть, в замке что-то есть, что, может быть, придаст ему силы, я не знаю, там, его... Да он сможет дойти до какой-то своей финальной формы или еще что-то. Может быть, конкретно именно замок имеет какое-то ключевое значение? Может быть, он проскальпнул в замок? Если так, тогда нами сам! Этот бегемот! Если он хоть пальцем тронет нами сам, я затру его в порошок сто раз подряд! Стой! Блин, он что, хочет умереть, что ли? Ну, он за нами, да, спокойно, вообще. Накама! Так так и есть. Он всегда, когда смущается, глаза закрывают, да? Чтобы не подать виду, чтобы никто не понял, типа, что он, да, смущается, что ему это нравится. Такими темпами я скоро смогу вернуться на корабль. Что я делаю? У меня нет времени валяться в постели. Виви же ждет. Какого черта тут происходит? Это же замок Драм, да? Что она сотворила с моим прекрасным замком? Да давай, но ты только пиздишь, а нихуя не делаешь при этом. Бестолочь. Но. Серьезно, он только пиздит, пиздит, загрызу, бью там, съем, блядь, переварю, блядь. Ээээ, что-то еще там сделаю и при этом не делаю, это абсолютно нихуя. Сейчас перед ним Луфи сидел, просто вот так вот перед ним внизу. Открой свой пиздак и попробуй его съесть. Вариант? Вариант. Там сидел Санжи, вместе со старухой. К ним подобраться, пока они следили за боем Чопера. Что-то им попытаться сделать? Вариант? Вариант. Что он сделал? Похуярил в замок. А зато перед этим. Да я, блядь, да я, нахуй, да еба, да хуя, блядь, нахуй, крутой, блядь. Да я, головка, отхуя, блядь, сейчас возьму, нахуй, всех сожру, всех переебу, всех перетрахаю, всех пере... Вы поняли? И не делает нихуя. Ну, нихуя не делал. В замке просто пизди. Ты просто пиздишь. Ты просто типичный, типичный бесполезный пиздобол. Вот и все, что я в нем вижу. Так что, ладно, ребята. Ожидаем следующей серии. Мы потихонечку приближаемся к окончанию этой арки. Вот. А значит, в ближайших сериях, может быть, следующей или после следующей, это уже будет непосредственно конец для ебанутого короля, для Большеротова, да. Вот. И мы отправимся на Алабасту, Арабасту. Ну, мне проще говорить Арабасту. Мы отправимся на Арабасту. Арку, о которой говорят многие, о которой упоминают многие, о которой говорят именно то, что это прям уже такая Арка, в которой всем Мугиварам, ну, всем, кто в Мугиварах, придется выложиться абсолютно на полную, показав именно все возможности своих сил, скажем так, да. Вот. Потому что говорили, что в том же, с тем же Арлангом все сделали. И это был такой, типа, сюжетный слив отчасти. То, что Луфи будто бы застрял в камне, да. Хотя мог его спокойно разбить сам руками. Вот. Но это сделали для того, чтобы именно где-то как-то возвысить слегка силу Арланга, да. Вот. При этом Зоро был ранен. Когда был Курахадол, тоже было что-то наподобие, да. То есть все, с кем они сражались, у них постоянно были какие-то, скажем так, моменты, которые им мешали выложиться на полную. Вот. Мне сказали то, что именно в Арабасте, это будет именно та Арка, в которой уже им не придется сдерживаться. То есть они будут выкладываться целиком и полностью на полную. И мы увидим все, на что они по-настоящему способны. Вот. Так что ждем следующую серию. Ждем того, пока, как Король получит пиздюлей. Ну и само собой ждем того, как мы отправимся со Ставадрам на Арабасту. А на этом моменте тогда, ребята, буду заканчивать. Буду со всеми прощаться. Надеюсь, что вам понравилась эта реакция. И всем доброго дня, доброго вечера. Увидимся уже совсем скоро в новых реакциях, как на это аниме, так и на другие. Всем пока-пока. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова